Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 14 мая и начинаем наш разбор как всегда с пары евро-доллар. Ну а перед началом я напомню, что как всегда по понедельникам, сегодня в 18.30 пройдет вебинар, на котором мы каждый из инструментов разберем уже более подробно с ориентиром на предстоящую неделю, плюс я буду отвечать на ваши вопросы. Трансляция, как всегда, идет на нашем YouTube-канале. Для того, чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и тогда обязательно уведомление о начале трансляции вы получите. Итак, евро-доллар на прошлой неделе смог закрепиться выше максимум, которые были сформированы 9 мая по цене 1.18.92, что в рамках часового таймфрейма сейчас сохраняет тенденцию восходящую. Насколько долго она будет, но это будем мы уже смотреть далее. Но пока то, что она сохраняется, это мы отмечаем. Следующие цели роста – это область 1.21.92, ну и далее уже на 1.22 и 1.23. Ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу на отметке 1.18.91. Сегодня с утра мы видели уже торговлю вблизи максимальных значений, даже немножко обновили максимум, который был зафиксирован в пятницу, что пока на текущий момент сохраняет тенденцию восходящую в рамках данного инструмента. По паре британский фунт, американский доллар, общая тенденция сохраняется нисходящая, она пока не меняется. Ближайшие цели по снижению это отметка 1.34.68, минимум, который был зафиксирован 10 мая, и далее движение на 1.33.68. Ближайший разворотный уровень, после которого мы можем ожидать движение на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару, это максимум 1.36.16, максимальное значение также, которое было зафиксировано 10 мая. Пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция сохраняется нисходящая. По паре американский доллар, канадский доллар, тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимальных значений пятницы и движение по направлению 1.2605. В том случае, если мы увидим закрепление выше максимума, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.2799, то в рамках данной формации мы можем видеть некоторые замедления с предпосылками возобновления роста до 1.30. Далее у нас на очереди пара американский доллар и японская иена. Здесь в рамках часового таймфрейма у нас сохраняется все тоже нисходящее движение, которое у нас началось в конце прошлой недели и ближайшие цели по снижению это область 108.86 и 108.60 соответственно. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимуме, который был зафиксирован в пятницу это 109.56 и среднесрочный уровень это 110 ровно. Максимальное значение, которое было зафиксировано 10 мая и 2 мая соответственно. Далее австралийский доллар. Сохраняется тенденция восходящая по данному активу. Подошли вновь к области сопротивления, которому мы подходили в начале мая. Это отметка 75.64. В том случае, если австралийский доллар закрепляется выше данного уровня, то ожидаем следующий импульс роста с целями до 77.15. Альтернативный сценарий в том случае, если мы увидим закрепление все же ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу на отметке 75.22. Это нас может привести к следующей волне нисходящего движения с целями до 74.05. Ну а пока тенденция восходящая сохраняется, но подошли к области сопротивления. Покупать по самым максимальным значениям всегда довольно-таки опасно. В этом случае лучше работать или после пробития, или после коррекции. Далее на очереди еврофунт. По паре еврофунт тенденция восходящая также сохраняется, также мы подошли к области сопротивления 88.41, максимальное значение, которое мы видели в начале мая. Ближайшая цель это уйти выше данных уровней и двигаться по направлению 88.82. На ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 87.87. Золото продолжает тенденцию роста. Следующие цели это область 1327 и далее 1334, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован в пятницу по цене 1317 долларов за тройку унцию. В том случае, если сможем закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать нисходящее движение вплоть до 1300. По нефтемарке Brent в прошлой неделе мы видели небольшую волатильность. В пятницу тенденция была совсем небольшой, буквально 60 пунктов это вся волатильность за день. Сегодня с утра мы закрепились ниже минимальные значения, которые мы видели в пятницу, но общей формации среднесрочной и долгосрочной это не меняет. Но в рамках часового таймфрейма мы видим начало коррекционного нисходящего движения, которое в ближайшие несколько дней может завершиться и уже по факту завершения будет интересной предпосылкой для присоединения вновь к росту нефти. Ну и уже данную ситуацию мы разберем более подробно на вебинаре. По индексу DAX общая тенденция восходящая также сохраняется. Следующей целью роста это область 13293, но ближайший разворотный уровень также отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 12962. Ну и биткоин. По биткоину общая тенденция нисходящая на текущий момент подходит к своему завершению. Вчера мы торговались выше максимума, которые были зафиксированы в субботу по цене 8598. Если биткоин сможет удержаться выше уровня 8178, то с текущих уровней вероятно возобновление роста с целями до 9413 и 10000 соответственно. А в том случае, если мы увидим в обновлении минимальные значения, то следующие предпосылки по снижению в области 7500 и 7000 ровно уже будут более вероятны. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.